всем привет с 24 плюс айпи 68 идем утопить здесь айпи 68 у нас и сам производитель велел значит утопить вообще по полной программе и единственное конечно напрягаюсь от того что в один прекрасный момент времени flip 5 у меня таким образом утонул и смотрите что он делает вот если брать защиту от ложных нажатий то здесь получается все плохо и хотя здесь есть защита от влаги официально я включаю видео на других смартфонах допустим на тех же ван классах или сяоми и они чаще всего не останавливают съемку даже если у них нет защиты от влаги а у этого есть но снимать он почему-то не очень хочет сейчас вроде получилось не забывайте подписываться на канал с колоколом все делаю единообразно иногда безобразно я протесты но в целом смотрите не утонул пока утонет или нет скажу в своей личной телеге в итоге лучше так все равно не делать даже сайпи 68 всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства и сегодня я расскажу вам о смартфоне samsung с 24 плюс он у меня на эксинусе 2400 я его сравню по съемке с айфоном 15 pro max и что здесь волшебного разумеется 1 миллион 700 тысяч баллов в antutu которую мы так любим рассматривать помимо этого профессиональное видео 8к 30 фпс на всех модулях ультраширик основа телевики и 4к 60fps есть возможность переключать на фронталку в режиме съемки помимо этого довольно яркий экран 1700 люксов он спокойно в максималке выбивает не такой космический шин как в прошлой модели с 23 плюс и по большому счету да можно сказать что это такой же смартфон как с 24 которая уже обозревал с 24 на снайпе я тоже обозревалась 24 ультра обозревал но почему вот эта конкретно штука у меня в руках уже несколько месяцев и вы видели сравнение наверное с аппаратами в восьмью когда сравнивал по видеосъемке именно его даже с asus 11 ультра потому что он правда неплохой что у него там с переводчиками здесь кстати добавили русский язык в онлайне есть перевод с русского допустим на английский вы когда звоните и как все это вообще работает как подключается ли он к телевизору что у него с играми стало что они где как допилили или не допилили вы узнаете в ролике поэтому смотрим распаковка поставляется данная модель в коробке из плотного картона со скромным комплектом поставки что стандартно для самсунга в него входит сам смартфон без наклеенной защитной пленки кабель для зарядки с тайп си на тайп си документации и ключ для извлечения слота под 2 наносим карты габариты устройства 158 на 76 целых шесть десятых на 7,8 миллиметра без блока камер а вместе с ним толщина смартфона минимальной всего 9 миллиметров вес абсолютно адекватный 196 граммов и к слову по поводу защитной пленки я ее сразу докупил вместе с чехлом но в целом даже когда ее снял царапины у меня не появлялись стекло и правда неплохое 7 обзоров неделю выгружаю ежемесячно разыгрываю по одному смартфону на данный момент это пока x6 про для участия в розыгрыше вам необходимо подписаться на канал с колоколом оставить любой осмысленный комментарий больше пяти слов под любым из роликов и либо в комментарии либо в описании своего канала указать своими в телеграме подписаться на телеграм-канал скидок и вы автоматически в розыгрыше все розыгрыше в конце каждого месяца на стриме победите я вам напишу присутствовать не обязательно подписывайтесь с колоколом перейдем же к смартфону полетели поставляется с 24 плюс в черной серый фиолетовый желтой расцветках также есть по всей видимости еще парочку других расцветок но в открытой продаже их не встречала дизайн смартфона такой же как у s24 только разумеется модель плюс больше в габаритах и на 30 граммов тяжелее тыльная часть выполненные стекла рамка из алюминия грани прямые пользоваться смартфоном одной рукой удобно но опять же не так комфортно как компактным s24 хотя здесь все зависит от размера вашей ладони собрана данная модель хорошо как и качество материалов здесь отличное круто что есть водонепроницаемость по стандарту ip68 разумеется в начале ролика вы видели как я его топил и разумеется все тесты были проведены до утопления как примеры фото видео и всего остального потому что мне периодически смартфоны умирают и утопление это последнее что я с ними делаю далее на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп сеток версии 3.2 ген 1 за что отдельное спасибо нормально видео файлы можно быстро скидывать микрофоны и стереодинамики с поддержкой dolby atmos в настройках можно персонализировать звучание используя предустановки под разные сценарии dolby atmos для игр и даже кастомный эквалайзер качество звука хорошая но не топовая что можно сказать и про вибрацию она неплохая но прям вау эффекта нет в целом относительно прошлых самсунгов звучит все классно настроить силу вибромотором можно что удобно bluetooth чип установлен предпоследний версии 5.3 с кодеками все довольно скромно список их вы видите на экране летим дальше смартфон оснащен дисплеем динамик amoled 2x диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2120 на 1440 пикселей поддержкой технологии dolby vision экран плоский без закруглений защищен он стеклом corning gorilla glass второго поколения которая виктус плотность пикселей отличная 513 ppi яркость по моим замерам на 100 процентах 600 с лишним люксов в солнечном режиме 800 с лишним пике 1700 люксов частота обновления экрана адаптивно от 1 герца до 120 герц но в простой почему-то он показывает только 24 после всех обновлений тест на частоту дискретизации касание выдал хороший результат мультитач на бак рту и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно полноценный always on display в наличии показатели шима не такие заоблачные как у прошлых моделей но это смотря чем измерять если радексом все волшебно экран шимит это даже на подсъемах видно так что будьте в курсе если вы думаете что на вас не влияет поверьте это имеет накопленный эффект а глаза у вас только одни подумайте 10 раз далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного под экран распознаванием лица стандартными способами разблокировки сканер отпечатков пальцев работает стабильно быстро распознавание лица срабатывает быстро даже под углом можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца максимально можно завести всего 4 отпечатка зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица летим дальше у меня процессор установлен samsung exynos 2400 с техпроцессом 4 нанометра с 10 ядрами максимальная частота у него 3,2 гигагерца графический процессор samsung x clips 940 оперативная память лпдр 5x на 12 гигабайт внутренняя памятью fs40 только на 256 512 гигабайт интерфейс ван юай версии 6.1 на базе андроида 14 версии смарт поддерживают функцию samsung dex android auto smart pink smart switch технологию galaxy и и не только спокойненько он подключается к телевизору по связи имеется поддержка высокоскран с нового вайфая 6 есть им поддержка 5g сетей 4g сетей со всеми бэндами связь смартфон ловит отличные датчик приближению меня не подводил для бесконтактной оплаты есть модуль nfc можно без проблем устанавливает мир п и оплачивать gps тест показывает точность 3 метра навигация хуже отрабатывает чем моделей на qualcomm опять же по моим тестом емкость аккумулятора 4900 миллиампер часов писем арки он выдал результат 8 часов 28 минут при том это не на максимальном разрешении экрана к слову work performance 17316 smart поддерживают проводную зарядку до 45 ватт беспроводную до 15 и реверсивную заряжается от нуля до сотки у меня лично в среднем за один час 20 должен заряжаться за один час при просмотре роликов на ютьюбе в среднем уходит 67 заряда по вайфая в играх за час уходит 28-30 процентов но магия в том что в папу не устаете даже через десять минут он сбрасывает яркость до трех сотен с лишним люксов и те кто играет они понимают что этого первое мало а второе по этой причине пока прожарку не делал этого смартфона на пользу стримы напишите если вам интересно я его погоняю но пока у меня желание мало перейдем к тестам тратлинг тест смартфон проходит со средним результатом 282 гипса минимально максимально 508 и в среднем 363 гипса на 100 потоках при 60 минутах вот такой вот здесь планировщик сколько он выбивает в гикбенч и остальных радостях вы видите прекрасно сейчас 3d марки с устойчивостью все максимально плохо где-то 50 процентов если говорить про antutu он выбивает 1 миллион семьсот тридцать две тысячи попугаев стресс-тест antutu просто ужасен и по поводу сторож теста сколько он выбивает в том же antutu 141 тысячу это неплохо перейдем же камерам для начала я могу сказать вам сразу что переключение модулей с ультраширика на основу на телевик в 4к 60 fps невозможно только в 4к 30 fps кино режим по мне просто ужасен по сравнению с яблочным я его даже сравнивать не хочу основной сенсор здесь стоит samsung gen 3 на 50 мегапикселей с апертурой 18 автостабом и разрешением для видеосъемки 8к 30 fps 4к 60 fps и ниже но как в ультре 120 fps для 4к здесь нет даже в проф режиме далее мы имеем телефото сенсор samsung с 53 к 1 на 10 мегапикселей с апертурой 2 и 4 автостабом и трехкратным оптическим зумом последнее это сенсор сверхширик sony amx 564 на 12 мегапикселей с углом обзоров 120 градусов и апертурой 2 и 2 и цифровой стабилизации фронтальный сенсор на 12 мегапикселей с автофокусом и цифровой стабилизации находится верхней части экрана по центру и максимальное разрешение для съемки видео у него 4к 60 fps сенсоры такие же как у s24 я сравню для вас данную модель с айфоном 15 pro max но перед началом небольшой комментарий фронтальный сенсор в ночное время суток с недостаточным освещением как по мне лучше айфона так как картинка более детальная но не во всех случаях так как некоторых локациях на айфоне вообще ничего не видно в отличие от самса у которого все размытое шумами но что-то вы увидите если есть хоть какой-то источник света ночью без достаточного освещения основной сенсор лучше справляются у айфона без сильных шумов и с хорошей работой со светом опять же в сравнении с самсунгом так как айфон не идеально снимает если говорить про ночную съемку но с достаточно большим количеством искусственного света то айфона менее контрастная картинка и со светом он изредка хуже справляется как вы понимаете стопроцентного победителя нет все зависит от локации света и не только сверх ширик также мне больше импонируют айфона так как он снимает более качественно в целом короткий пример вы сейчас увидите как и сравнение и выводы как говорится всегда делаете сами но обязательно скачивайте исходники потому что на этот самсунг я кажется сфотографировал больше 1000 фотографий в четырех странах чтобы я о нем плохого не говорил самцы классные ну что две записи 4к 60fps samsung с 24 плюс против айфона 15 про макс а вот так вы сможете себя снимать в лифте не вижу что samsung делает какой-то не тот свет потому что здесь все вот прям желтый цвет и не вижу чтобы яблоко плохо отрабатывал но вам уже виднее и фронталка 4к 60fps я не знаю почему она такая мыльная на самсунге и я знаю почему она такая шумная на яблоке потому что ночь и вряд ли что-то идеально снимает но с другой стороны это хорошо помнить что ночью не снимает ничего хорошо и с недостаточным освещением какие бы ни были волшебные девайсы супер дорогие камеры супер дорогие смартфоны все будет снимать плюс-минус плохо вам необходимо себя подсвечивать для этого существует очень много различных устройств чаще всего это просто какой-нибудь у ландзи какой-нибудь фонарик или еще что-то и разумеется рефлектора еще много всего и вот она битва титанов здесь единственная яблоко может уходить на ультраширики так сейчас как супер я должен супер медленно подвигать а потом будут говорить что я снимаю не как обычные люди сейчас я снимаю как обычные люди никаких телевиков включать не будут и фронталка 4к 60 fps съемка с двух рук вот так сможете себя снимать ночью на яблоке конечно бесполезная съемка 4к 30 fps яблоко samsung съемка ночью такая матрица 4к 60 fps ночь съемка с двух рук и дорога вот это вот делая фотографировал на телевики понятно что x3 x5 нечего сравнивать ультраширик 4к 60 fps два смартфона и надеюсь что здесь мне накинут авторские права 3к 60 fps фронталка как-то samsung долго запускался кстати не знаю почему можно чуть чуть пройтись но по большому счету вам хватит сам с 24 плюс я по-моему чем только не сравнивал из f6 про и сяоми 14 light смотрите на канале 4к 60 fps основа и я только подумал знаете о том что и правда насколько же у вас у меня хватает терпения сравнивать это годами годами одни и те же объекты с одной стороны это плохо с другой стороны тоже отлично мы можем в любой момент вспомнить какой нибудь смартфон и посмотреть как он отрабатывал в тех же условиях обстановки вот смотрите как айфон ультраширик ультраширик фронталка та же самая история смотрите против освещение против света и свет мне в лицо вот так сможете себя снимать хорошо что я снимаю себя снимаю никогда нет вопросов а насчет того что если кто-то в кадре вот смотрите как всегда разбудок если не яблоко правда с яблоком не все сильно разбудок samsung лучше в самсунге вы моложе будете выглядеть и лучше вы пока не заставит отключить запись 3к 60fps в магазине магазинах нельзя это дело здесь немного можно 3к 60fps съемка с двух рук два смартфона днем снимать плюс-минус одинаково всегда и на всем я напоминаю вам и и вот так если супер плавно вы в течение минуты будете снимать сначала солнце позади потом сбоку и потом самое неприятное солнце бьет в сенсор смотреть туда невозможно вы сможете снимать на этот смартфон руки чуть-чуть дрожат но зато все в одинаковых условиях плюс минус так сможете снимать разумеется две фронталки в 4к 60fps два основных модуля насколько хорошо не снимаю днем вы можете для себя сейчас решить опять же под ваши конкретно задачи что позади как-то справляется нужно ли вам это небо которое samsung не всегда прорисовывает и как отрабатывают микро микро обычно у яблоко отрабатывают отвратно может потому что у меня тонет часто под дождем но вообще даже в основном обзоре было также 4к 60fps ультраширики и ультраширики всегда такое себе но многие очень любят на них снимать почему потому что ты всегда на этот ультраширик можешь сразу показать все что тебя окружает и плюс используют его разумеется для съемки пейзажей для того чтобы ваше помещение оказались намного больше которые вы сдаете или продаете еще много всяких историй вот насколько хорошо один и второй ультраширик оправата 4к 60fps немного футблогинга чуть-чуть отличающегося от подтая и вот так будет выглядеть ваш десерт кофе или кусок пирога дурианы 3к 60fps вот так их выбирают свежие они или нет два смартфона снимают классно но если бы выбирать допустим в сложных условиях фотографии на фронталку а выберу samsung средние средние температуры по больнице именно в сложных условиях он отрабатывал по мне именно для фронталки лучше если говорить про такие специфические моменты как вот пожалуйста телевик у айфон 15 pro max еще телевик x3 у samsung s24 плюс напоминаю что x5 вот этот вот телевик ус у яблока считаю абсолютно бесполезным мало того что у самсунга какая-то беда произошла с автостабом и здесь это тоже кстати прослеживается глина вот это не нормальная так у него еще и цвета не не соответствует то есть яблоков цветами угад угадывает и на основной модуле на ультраширик если говорить про телевик у яблока видите выходит здесь вот здесь контраст здесь контраста не было здесь у него контраст но у телевика опять же у самсунга еще большая дичь потому что здесь белина и из этих двух фотографий разумеется я бы выбрал вот это дело потому что здесь и шумы и такое ощущение что картинка поплыла но она не поплыла то есть ее нормально держал этот смартфон в целом сравнивать фотографии самое гиблое дело вот у этих двух смартфонов почему потому что они оба классные снимают я знаю смарты которые снимают лучше но из того из другого смарта можно сделать просто великолепные фотографии опять же яблоко снимает по средней температуре по балмейцы фотографии неплохо но это не тот флагман с которым бы самсунг стоил утягаться если показывать только фотки самса можно сделать вывод что сам снимает классно всегда это все в автомате то есть ни одного ни одной фотографии вы здесь не видите где-то что-то плывет где-то шумы чтобы они были сделаны мной либо в проф режиме либо в ручном режиме все в автомате вот что он мог сделать то он и делал если брать среднее в 99 процентов случаев фотографии получаются на него классная вне зависимости от того какой ты используешь модуль вне зависимости от того насколько удачно свет попадает на объект достаточно освещение недостаточно если ты остановился и напрягся то он тебе даст сделать эту фотографию и в целом скачивайте исходники делайте выводы для себя по мне фотографируют он классно у вас могут быть другие выводы футблогинг 4к 60fps и цвета максимально соответствует то что я вижу то у вас и на картинке продолжаю учить плохому основной модуль съемка с одной руки поездка на байке в ночи но в этот раз асфальт хотя бы не мокрый прошлый раз я здесь снимал днем когда был мокрый асфальт на сяоми 14 light как раз с 24 плюс повторяю что с ним и сравнивал сейчас я ночью сравниваю еду плавно ну как по другому ехать потому что байк ты позволяет плавно ехать но единственное разумеется когда снимаем вообще не снимаем на движущемся средстве но если снимаете на движущемся средстве в экран смартфона ни в коем случае не смотрите вот так примерно сможете снимать на с 24 плюс в чем плюс первое вы слышите как он с ветром справляется сейчас ветер поднялся хотя я разговариваю прям микрофон и 2 плюс этой съемки вы видите если пропуск кадров смотрите допустим на 05 на ютьюбе это 4к 60 fps по идее все должно быть даже в 0 5 плавно но опять же смотря для каких целей вы будете использовать смартфон вообще он должен уметь все за эти деньги то что по цене ноутбука или хорошего компайте уже смарт и минусы нагрев поддержка зарядки всего на 45 ватт скромный комплект поставки шин космические у экрана мало кодеков и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании в этим очень сильно поможете проекту я уверен что и себе поможете особенно когда будете за скидками рано или поздно начнете следить и понимать что лучше покупать по ним ну и резюмировать я бы хотел довольно просто смотрите если говорить про игры то здесь все очень плохо играть с одной стороны прямые грани кайфово с другой стороны сброс яркости просто лютой хотите чтобы я его погонял на прожарке напишите в комментариях потому что вот не хочется мне показывать эти 300 люксов пена у рта у меня и как всегда вот все плохо не хочу этого негатива может быть если вы хотите то я вам устрою расскажу про него подробно мне интереснее вот часы huawei купил 270 за 53 и 70 ультра за 92 вот это вот сброс цен да когда у тебя 130 потом 92 буквально неделя вот люблю слуховые хотя можно будет потом еще дешевле а про самсунге ценники на них особо не падают проходит там месяц после продаж начала старта и они уже адекватны стекло классное снимает классно видел ли я что-то лучше нельзя сказать однозначно почему потому что он снимает хорошо здесь нет таких фишек как в ультре здесь нет стилуса здесь нет 4k 120 fps и в моем случае здесь нет snapdragon для меня это огромный минус если говорить в целом вот допустим не нужен вам стилус хочется такой смартфон почему нет но барабанная дробь в том что если у вас есть линейка раньше 23 22 однозначно переходить вообще нет смысла по поводу того как работают все эти а и штуки я даже не показывал видео эти вырезания потому что это дешман то есть вырезание с фотографии но это просто мрак это был 10 лет назад и фотошопе вы сделаете в 1000 раз лучше чем вот это вот если у кого-то есть вот такие штуки это оффлайн переводчики или онлайн разные и наушники у китайцев уже лет шесть продаются очень дорогие в онлайне вот все это работает в 10 раз лучше чем это русский язык здесь добавили я тестировал если на английский еще более-менее но мне это не интересно потому что английский я знаю для того чтобы разговаривать во всяком случае мне его хватает но на другие языки то что они предлагают это конечно куром на смех и в целом что мы имеют сухом остатке samsung выставляет неплохие ценники очень часто особенно у серовозов ну они не выставляют их а просто им приходится скидывать если говорить о лидерах рынка вообще посмотрите на то что продают в мире топ-15 смартфонов и вы поймете что сам ты еще что-то может и в целом девайсу от меня несмотря на шим несмотря на то что он нулевой в играх да потому что фанатов у этих смартфонов море я могу долго рассказывать что для настройки игр нужно долго копаться для настройки камеры нужно много копаться но есть чем копаться то есть по в принципе допиливают кое-как это дело улучшается сказать что ухудшается я не могу фотографии классные на них делать можно и претензии у меня к нему 0 то есть это реально конкурент для всех флагманов на рынке будь то китайцы будь то яблоко в каких-то моментах хуже в каких-то моментах лучше так что выбирайте для себя пишите по поводу прожарки не забывайте участвовать в розыгрышах девайсу от меня опять же в зависимости от стоимости но скорее всего до добра и удачи вам дорогие друзья